Добрый вечер. Александр, сбрасываю, как я обещала, свои впечатления по поводу похода моего в посольство. Все благополучно закончилось, конечно, и я долго к этому тоже готовилась, и с вашей помощью. Еще много прокручивало в голове того, что вы говорили, представляла ситуацию, анализировала, как бы я себя привела в тех или иных ситуациях. Перечень вопросов, которые вы посылали в буклете, мне очень помогли. Перед походом в посольство до двух часов ночи я репетировала ответы, перескакивала с вопроса на вопрос, для того, чтобы подлавливать себя на каких-то непредсказуемых ситуациях. Когда пришла в посольство, такая наивная, наверное, взяла с собой дамскую сумочку, потому что она предполагала, например, в другие посольства можно хотя бы такую дамскую сумочку брать. А здесь, казалось, не тут-то было. Я пришла туда за пять минут до девяти тридцати, немножко как бы припозднилась, не пришла за пятнадцать минут, потому что искала, заботилась немножко и, в общем, приближала в девять двадцать пять. Ну, меня офицер благополучно отправил оставлять в соседнем магазине сумочку. Это была такая не очень удобная идея. Говорю, мне вот в девять тридцать надо быть. Он такой, да, вас типа пропустят до одиннадцати, то есть приходите. И я пошла в родивиловский магазин напротив Большого театра. Нужно понимать, что вообще туда нельзя идти ни с чем. Либо в машине оставлять. Я просто была без машины, вот поэтому, как бы, такая ситуация. Если в машине, то, конечно, комфортно. Вот. Офицер меня подставил в ту же очередь, то есть подставил там за молодым человеком, который был на это же время записан. Удивило меня, что молодой человек стоял с малышкой, как бы с ребенком, потому что я свою малышку как бы не брала. Они даже одного возраста. Ну, они уже очень много лет ездят, как бы, в США. И в этот раз у них даже открыли ему, супруги, вот, малышке Визу. Ну, как бы, здорово. Вот. Дошли до первого поста, ставили ключи. Я сразу не выключила телефон. Потом, ну, то есть там, телефон выключен. Говорю, нет. Они такие, ну, все, выключаем. Там пошли по очереди всем объявлять, чтобы телефоны были выключены. Ну, то есть это до того, как ты вошел по амуле, да? То есть внутри боевой точно бы как бы выключил. Ну, ты в любом случае этот телефон как бы сдаешь, но его нужно было выключить, даже находясь не в стенах посольства. Вот это, конечно, удивляло. Ну, ну, вот, то есть телефон, ключи оставили в такой ящечке снаружи и пошли дальше. Пошли дальше в окошко приема документов. Приняли, приняли документы, все благополучно. Она сказала, что я еду с малышкой, все хорошо. То есть вопрос, я даже не спрашивала ксерокопию паспорта моего. То есть можно было только ксерокопию паспорта в боже сделать. Разрешение, свидетельство о рождении. Все, она посмотрела, мне это вернула. Или нет, она не вернула, она это даже передавала. То есть, ну, что-то она мне вернула, посмотрела, что-то не вернула, уже не помню. Вот. И дальше потом, так интересно, в американском посольстве работает девочка азиатской внешности, так говорит на лово набрусков. И ты такой, на ажиотаже можешь сидеть и думать, так, кого это вызывает, куда это? А, просто на отпечатке пальцев. И ты идешь на отпечатке пальцев во втором окошке. При мне вот был отказ у кого-то. Вот я, наверное, на эйфории, я не помню, в каком женщина стояла к ней. Я только услышала ее фразу, потому что это было достаточно громко. То есть, ну, она спокойно говорила, потому что, то есть вы мне отказываете, потому что у меня не оформлены документы. Но ей сказали как бы да, и она как бы удалилась. То есть, может быть, она даже уже была у консульского офицера, и вот, ну, как бы, да, или она была на приеме документов. Я не помню этот момент. В общем, отказ как бы был. Вот, ну, настала моя очередь идти туда. Была такая дама лет 32, может быть. Вот, круглолицая, такая приятная на внешность. Вот, начала беседу. Она начала беседу с целью поездки. Целью поездки, естественно, сразу говорила о том, что еду как бы подруги. Подруги детства еще, она ее не видела. У нее как раз вот родился ребенок, и мы очень давно не видели. То есть, там, в Беларуси встречались, но все равно очень много лет не видеть. И очень хотела бы ее посетить. Она такая, да, 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 кивала головой. Далее она перешла рассказать, о чем я занимаюсь. Я ей сказала, что я педагога сразу называла, как бы, все критерии. То есть, по верхам, как бы, проходилась, там, не говорила лишнего, но при этом, как бы, все свои, как бы, регалии, как бы, говорила о том, что, там, я педагог, балетмейстер, преподаватель веду. Ну, курирую, там, два крупных проекта в университете, работаю на правительственных мероприятиях. После правительственных мероприятий она так сразу, оп, закруглилась. Дальше она у меня спросила, ну, то есть, вот она берет документ, чекает, задает вопрос. Берет документ, чекает что-то, задает вопрос. То есть, держала она, ну, долговато. Ну, мне показалось по времени секунд, ой, минут 7-8. Ну, может быть, это было минут 5. Ну, минут 7-8, может, это было минут 5, но я не знаю. Но мне так, по крайней мере, казалось, потому что ты, вроде, как бы, выдохнула, держалась уверенно, но при этом, как бы, ну, отвечала на все ее вопросы. Дальше она спрашивала, чем занимается супруг. Я сказала, что он точно так же преподаватель, балетмейстер, уже, вот, висит со мной на правительственном концерте. То есть, у нас своя школа профессионального образования. Вот, потом спросила меня, на какой срок я еду. Я говорю, ну, три недельки больше отпуск не позволяет уехать. Вот, затем она спросила еще. Есть у меня недвижимость. Я сказала, вы знаете, на недвижимость мы еще копим. Своего дома нет. Сейчас мы вкладывали все свои инвестиции в образование. Вот сейчас пока дома своего нет и квартиры нет, мы копим. На стадии сборов. Вот, поэтому, как бы, вот такая ситуация. То есть, я, как бы, не привирала. Я понимала, что этот, может быть, мой ответ, он мог бы сыграть не в мою пользу. Но, мне кажется, что от того, чтобы была я искренняя, свободная, и, ну, вот, вот это вот все получилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok